Друзья, всех приветствую! Сегодня 11 марта, вот наша экспериментальная партия на пурине. Сегодня предстоит нам пересадить птицу на нижние яруса в двух клетках. Возьмем часть со среднего яруса, часть с верхнего яруса и посадим вниз. Так, смотрите, начались у нас потери, так скажем. Вчера был 34 день, вот с этого яруса вытащил одну птицу. И сегодня с утра еще одну птицу вытащил отсюда, но с этого же яруса получается. Так, кормушку не повесил, сейчас. И еще у нас, если помните, вот грустный стоит, помеченный синим маркером. У него водянка развилась еще больше, поэтому я его хочу убрать, чтобы он уже не мучился. Так, птица, которая вот здесь была с разъехавшейся ногой, она пересажена вот на нижний ярус. Ее сегодня тоже буду убирать, но потому что мучается только. Так, и вот у нас такая птица, которая на попу села, но встает, вот видите, получше ей вроде бы. Тогда оставим пока ее. Вот, я ее тоже вниз посадил, чтобы они не ходили, как говорится. Так, и давайте посмотрим на... Вот, кстати говоря, новая партия подрастает. Так, что-то они жмутся у меня к обогревателю. Так, 29,8. Сейчас посмотрим. Так, та, что у нас погибла, лежит вот. Сейчас я ее вскрою и посмотрю, в чем причина. Вот, смотрите, сгусток крови на сердце. Похоже, что СВС, печень нормальная. Водянки нет. Вот, легкое порезал. Света нормального. Но, кстати, желудочек такой, какой-то недоразвитый, маленький. Но она и по весу, видите, какая-то отстающая. Что-то у нее было недостаток чего-то в организме. Наверное, сердечница, по всей видимости. Так, что-то я разрезал. Или вода. Вода, да? Вода есть, но не в большом количестве. И вот то же самое здесь, смотрите. Вот, сгустки крови. Это сердце я разрезал. Печень. Печень. Размеры, в принципе, нормального. И цвета тоже. Вот, видите, пузыри. Все-таки водянка, что ли, у нее начиналась? Водянка, похоже, начиналась. Так, желудок. Ну, вот тоже вопрос, я говорю. Похоже, что сердце все-таки. Но первые признаки водянки. Так, ну здесь вот все понятно. Вот, смотрите. Здесь явно. Вот, видите? О, какой фонтан. Красота какая. Так, ну, в принципе, давайте, ладно, скроем. Вот так вот, по-варварски. Ну, смотрите-ка, как все тут в воде. Все в воде. Ну, вот, заметьте, на сердце, она живая была птица, да, я ее убрал. Нету сгустков вот таких вот, вот таких вот сгустков кровяных, как будто кровоизлияние. Что здесь, вот, что здесь, разрыв сердца, когда вот произошел, какой-то сосуд лопнул. Здесь сердце, смотрите, без вот этих вот кровоизлияний. Так что, вот это, походу, два варианта. Это сердечники, ну, а это водяночный. Асцитник. Друзья, разрезал я желудок и кишку, посмотреть, нет ли там чего интересного. Я не ветеринар, но, насколько имею представление, ничего такого подозрительного не вижу. Обратите внимание, вот, на цвет печени вот этой птицы, допустим, вот этой. И вот этой, видите, она серо-фиолетовая какая-то. Вот она давно страдала у нас. Вы видели, я ее показывал на взвешиваниях, на предыдущих. Ну, в общем, убрали. И вот сейчас пришел пометчистить, и вот такой сюрприз очередной лежит. Вот, видите, да? То есть, смотрите, как. Как-то они так скучно падают, да? Вчера один, сегодня получается еще один сдох, и вот это третий за сегодня. Получается, три сдохло. Одного я убрал от водянки, и все-таки я убрал вот этих двоих. Один с разъехавшимися лапами и другой на жопник, так называемый. То есть, на данный момент, вот с промежутком в один день у нас стало меньше птицы на шесть штук. Эту птицу я вскрою завтра, сейчас уже темно и поздно, но судя по положению, в котором она находится, это опять-таки сердечная недостаточность. Но завтра уже точно выясним. Так, у птицы оказался гидроперикордит, сердце было в водяном мешке. Сердце я вот вытащил, здесь такой же кровавый сгусток, как у предыдущей павшей птицы. Так, вот еще потеря 39-го дня. Я вскрыл, что видим. И видим сердце в мешке. Видно вам? Вот сердце в таком водяном мешочке. Давайте мы сейчас извлечем его. Ну вот тоже сгустки есть вот здесь вот. Не такие явные, вот еще на печени, видите, вот он кусок остался. Кусочек остался вот здесь вот. Вот он, сгусток очередной. Ну вот, начальная стадия в водянке тоже, по всей видимости. Так что, тоже сердечник. И как следствие, я так понимаю, начальная стадия водянки. 40-й день, вот еще одного вытащил с утра. То же самое, вот мешочек такой. Ну мешочка, кстати, здесь так такового сильного нет, водяного. А нет, нет, мешка нету. Нет, просто вот опять сгусток кровяной. Вот он, с двух сторон. То есть, опять сердце. Вот теперь печень, все здесь, все нормально. То есть, он сдох вот от СВС, лежал на спине, как обычно. Вопрос теперь. В предыдущей партии у нас от СВСа не так много было потерь. То есть, что, неужели так влияет ЕСЛИН на сердечную мышцу, что в этой партии, не давая его, мы вот имеем такие потери от сердца конкретно. Вот, видите, вот он. Вот этот сгусток. Вот он прямо из сердца выпал. Вот. И сейчас, видите, вот нормально, чистое сердце. То же самое здесь вот сбоку. Но я здесь уже выдавливать не буду. Вот он, кровяной сгусток. Прямо из сердца. В 41-й день я убрал 3 особи, которые вызывали у меня подозрения. Они хохлились, и по животу было понятно, что у них начальная стадия водянки. При вскрытии мой диагноз, мое предположение подтвердилось. У них была начальная стадия водянки. И эту птицу мы оставляем себе, чтобы можно было ее съесть, и чтобы она, соответственно, сама по себе не сдохла. Вот, смотрите, давайте мы посмотрим, сколько она весит. 41 день, уже потрошеная, разделанная. 1400, 1305 и 1265. Я ее по мексиканскому методу разделал, да, то есть снял с нее просто перо с кожей. И отправим ее сейчас в морозилку. Если считать этих в общее количество нас покинувших, то это получается 11 штук с момента начала партии. То есть минус 11 штук. Но мы их посчитаем как употребленную в пищу, потому как вполне можно скушать. Будет очень даже ничего. Так, друзья, вот смотрите, с утра покормил птицу, пришел через пару часов, и вот лежит уже. Сейчас будем вскрывать, смотреть в чем причина. 42 дня. Еще раз прихожу к мнению, что не просто так. На птицефабриках убирают птицу до 40 дней. Ну, даже, наверное, с 32 начинаю, там, в районе 35. Вот такие сюрпризы. Ну и характерная поза на спине. Скорее всего, сердечко опять. К тому, как водянки особо я так не наблюдаю здесь. Птицу вскрыли. Печень я порезал, поэтому кровь здесь немного натекла. Что видим? Видим сердце в водяном мешке. Вот, видите? Сейчас я одной рукой неудобно, пытаясь его вытащить. Вот оно прямо в мешочке. Но вот здесь, кстати, я не вижу сгустков крови, как предыдущие особи у нас гибли. Так, ну, птица эта умерла от сердца тут, по всей видимости. Но неявный, скажем так, признак кровоизлияния не увидел я. Как вы укрепляете сердечную мышцу на своих бролерах, может быть, что-то даете, какие-то вещества там, да, витамины какие-то. Вот мы используем есилен. В этой партии я не давал есилен. Не знаю, послужила ли это причина повышенной гибели птицы от СВС, от сердца. Не могу сказать. Может быть, вы что-то используете? Поделитесь в комментариях. Пишите в комментариях. Друзья, ну все на этом. Надеюсь, что информация была вам полезна. Все, что нового вы обнаружили при скрытии птицы и, скажем так, привлекло наше внимание, мы вам показали. Спасибо за внимание. Всем пока.